27 января 1967 года космос был объявлен достоянием всего человечества. Свой вклад в освоение космоса внесли и кировчане. Так, сегодня в музее имени Циолковского можно посетить выставку «Космос. Моя работа». Она посвящена 80-летию Бориса Чернятьева. Долгие годы уроженец Котельнича руководил разработками самых сложных технических проектов. Но земляки узнали об этом только в середине 90-х. Его по праву можно назвать легендой ракетно-космической отрасли. В 1961 году Бориса Чернятьева пригласил к себе на работу отец отечественной космонавтики Сергей Королев. С той поры вся трудовая биография Бориса Васильевича была связана с крупнейшими авиакосмическими корпорациями страны. Я как автор выставки это и хотела показать, что детское увлечение, там вроде бы самолетики, ну что такого. И вот через всю жизнь человек пронес это устремление, занимаясь уже не самолетиками, а настоящими ракетами, самолетами, спутниками. Борис Чернятьев стоял у истоков и был автором многих космических проектов, принесших славу стране как крупнейшей в мире космической державе. Вместе со своими коллегами наш земляк разрабатывал программу полета лунной экспедиции и посадки на Луну. Вел проектно-конструкторские работы по бортовой аппаратуре и оборудованию лунного посадочного корабля. И эта полная карта Луны, висевшая когда-то в рабочем кабинете конструктора, сейчас в нашем музее. Выставка очень-очень понравилась, нам все было очень интересно, так как мы учимся в 10-й школе и наша школа носит имя Константина Эдуардовича Целковского. Также в нашей школе есть свой музей, я являюсь его участником. В нашу школу очень часто приезжают известные люди. Наша школа очень тесно связана с космосом. Борис Васильевич Чернятьев, он бывал в нашей школе, он являлся председателем Целковских чтений. Целковские чтения проходили у нас в школе. Спутники-разведчики, научные спутники для исследования радиационных поясов Земли, транспортный и грузовой корабль, проект многоразовой космической системы «Энергия Буран». Эти разработки тоже связаны с именем Бориса Чернятьева. Главным моим делом в конечном итоге – это блок космический разгон на ступень ДМ, который летает вот на этой ракете «Протон». Фактически этот блок получился трудяга, который обеспечил в нашей стране фактически всю программу дальнего космоса. Это все аппараты, которые ушли к Марсу, Венере, все вот это лунная эпопея, с луноходом связаны. Созданные на геостационарной орбите с помощью блока ДМ космические группировки позволили обеспечить страну связью, телевидением и передачей данных, разведкой околоземной обстановки и контролем запуска баллистических ракет. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести, Киров.